Учиться никогда не поздно. Граждане предпенсионного возраста могут получить новую профессию за счет государства. Как это сделать, мы расскажем в следующем материале выпуска. С начала 2019 года гражданам предпенсионного возраста предоставляется ряд льгот, которыми раньше пользовались только пенсионеры. Теперь граждане, которым до пенсии осталось 5 лет, могут за счет государства пройти профессиональное переобучение и повысить свою квалификацию. Для этого необходимо обратиться в центр занятости или к своему работодателю. На сегодняшний день внесены изменения в программу содействия занятости Краснодарского края. И очень большое внимание уделено переобучению или же даже сказать, что повышение квалификации этой категории. Для чего сделано это? Да, чтобы, ну как бы, понимаем, что в силу возраста работодатель не уволил предпенсионника, потому что, ну, хотелось бы там, может, молодого. То есть для этого есть сегодня такая у нас программа совместно с работодателями Славянского района. Мы даем возможность или же повысить квалификацию за деньги государства, краевые деньги участвуют, федеральные деньги участвуют в этой программе, и также получить новую специальность для того, чтобы остаться на этом же предприятии и дальше продолжать работать. Возможностью получить новую профессию, а также повысить свою квалификацию в нашем районе уже воспользовалось 46 человек предпенсионного возраста. Среди них социальный работник Елена Дудко. Обучение проходит дистанционно, что позволяет продолжать работать. И что самое главное – совершенствовать свой труд. Я работаю соцработником, мне нравится эта профессия. Уже возраст подходит такой, что предпенсионный у меня возраст. И квалификация полностью социального работника, мне сейчас это удобно и нужно. В центре занятости мне предложили обучение социального работника. Учусь дистанционно, узнаю много нового об этой работе. Я считаю, что мне в жизни это еще пригодится. Неработающие граждане предпенсионного возраста благодаря помощи государства могут получить новую профессию, востребованную на рынке труда. Весь срок обучения им будет выплачиваться пособие. Если гражданин данной категории работает на предприятии, от предприятия он может пройти обучение, переобучение, повышение квалификации по разным формам обучения, по разным востребованным профессиям на рынке труда. И точно так же, если гражданин не работает и ищет работу, мы также готовы его направить на обучение. Центр занятости обучает на востребованные профессии, которые востребованы сейчас на рынке труда. Это рабочие специальности повар, повар-кондиттер, для мужчин это электрогазосварщик, операторы котельной. На данный момент у нас проходит обучение работающие лица предпенсионного возраста по профессии санитары, также социальные работники. В перспективе мы будем работать с гражданами-педагогами, то есть повышение квалификации по данным направлениям логобедия, возможно. А также граждане предпенсионного возраста, врачи. Точно так же мы говорим о повышении, переповышении квалификации. Обучение граждан предпенсионного возраста – специальная правительственная программа, реализуемая в рамках нацпроекта «Старшее поколение». Её основная цель – повысить конкурентоспособность на рынке труда немолодых сотрудников, обновив их знания и навыки с учётом потребностей работодателей. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».